Губернатор Сергей Морозов вновь поднял тему безопасности автодорог. Глава региона осмотрел новый пункт регистрации транспортных средств, а еще провел заседание комиссии по повышению безопасности дорожного движения. Есть ли успехи в этом направлении? Смотрите материал Эдуарда Истомина. Светлый просторный зал, мягкие диваны, а еще маленькие очереди. Так выглядит новый регистрационный пункт в Левобережье. Посетители уже оценили преимущество. Здание, да, конечно, объемное, просторное, светлое, приятно очень. Ну, до полпятого пройдем, наверное. Кроме горожан в пункт регистрации смогут обратиться жители Чердаклинского и Старомайнского районов. Также здесь предусмотрели специальное окошко для инвалидов. Новый офис разгрузит правобережный регистрационный офис. В среднем у нас на Ефремово проходит 200-300 операционных действий по регистрации транспортных средств. То здесь вот эти мощности, будем говорить тогда, с учетом наших привлеченных сотрудников, нам в этом пункте позволят до 100 граждан обслуживать свободно. Сотрудникам регистрационного пункта также комфортно. Их обеспечили современной офисной мебелью и техникой. Губернатор Сергей Морозов осмотрел новое помещение, не забыв поздравить девушек с наступающим праздником. На мой взгляд, открытие вот такого уникального центра в новом городе, это по-настоящему новый шаг в повышении качества работы в органах государственной власти. За минувший год область добилась других качественных показателей. Из-за уменьшения числа ДТП мы уже вторые в ПФО. Меньше стало пьяных водителей за рулем и погибших в авариях. Больше чем на четверть сократилось количество наездов на пешеходов. Этот успех хотят развить. По многочисленным предписаниям и замечаниям ГИБДД установка дублирующих дорожных знаков пешеходных переходов. У нас их будет в 2017 году оборудовано на 180 единиц. А также будут установлены дополнительные светильники на пешеходных переходах. В 2017 году заполектировано 172 светильника на 70 пешеходных переходах. В этом году стартует приоритетный проект. Это создание Ульяновской городской агломерации. На нее федералы выделят больше 600 миллионов рублей. Еще столько же перечислит область с городом. На эти деньги отремонтируют более 100 километров автодорог. А еще установят новые светофоры и барьерные ограждения. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров. Вести Ульяновск.